С тех пор, как месяц назад снесли забор вокруг парламента, депутатам пришлось стать намного ближе к народу. Последние два дня у стен здания проходят протесты против референдума и конституционной реформы, которые пытаются инициировать народные избранники. Позор! Позор! Враги народу! Враги народу! Свою акцию митингующие назвали коридором позора. Они выстроились в линию у входа, чтобы на заседание, где будет рассматриваться скандальный законопроект о референдуме, депутатам пришлось проходить мимо каждого демонстранта. Вот есть легендарный сериал «Игра престолов», «Песня льда и пламени» по книге. И там есть королева Серсея, которая проходит по коридору «Shame on you», по коридору «Уята», если это на крыкском перевести, и как бы ее закидывают там всякими гадостями. Сегодня происходит что-то такое. Абсолютное большинство депутатов заслуживают именно такого отношения и именно такой акции. Митингующие требовали, чтобы парламент, который сам продлил свои полномочия, распустился, а вопрос о референдуме рассматривал уже новый созыв. Тех, кто в первом чтении голосовал за законопроект о плебисците, до дверей парламента провожали малоприятными выкриками и лозунгами. Исключение сделали лишь для пяти депутатов, которые накануне выступили против референдума. Их встречали с совершенно другим настроением. В итоге одни депутаты, не обращая внимания на демонстрантов, спокойно шли на работу, другие пытались выразить возмущение митингующим, третьи предпочли спрятаться под медицинскими масками и капюшонами и смешаться с рядовыми сотрудниками аппарата. Мы многих депутатов не знаем, и это тоже очень большой показатель. За пять лет мы не увидели ярких людей, ну вот 120 депутатов, из них мы знаем, ну от силы 30 или 40. Остальное – это серая масса, которая привыкла сидеть и просто голосовать бездумно, не читая эти законы. Начав акцию в 9 утра, демонстранты оставались у входа еще несколько часов, чтобы свою порцию недовольства получил и каждый опоздавший депутат. Но застать врасплох демонстрантам удалось далеко не всех нардепов. Пока митингующие встречали их у одного входа, депутаты заходили с другого. Для них сегодня специально открыли еще одни двери с северной стороны здания. В зале заседаний разговор о конституционной реформе продолжился, причем до позднего вечера. Депутаты согласились даже задержаться после завершения рабочего дня и в итоге приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Не меньше упорства обещали проявить и активисты и уже начали собирать большой митинг против референдума в ближайшее воскресенье. Карина Христова, Самат Алышбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек.